Встречайте героев сегодняшнего дня! 90 лет городу, на сцене 90 людей, которые в 2021 году получали высокие награды. Это настоящие труженики, деятели культуры, работники образования и, конечно, производственники. На сцене и сотрудники Усольского калийного комбината компании «Еврахим». Пять мастеров своего дела, которые получили высокие промышленные награды. Я поздравляю горожан с днем рождения нашего города. Этот праздник всех нас объединяет. Объединяет тех, кто здесь родился и тех, кто приехал сюда жить и работать. Это праздник для тех, кто любит наш город и тех, кто трудится на благо своих семей, своих предприятий. На праздничный концерт приехали гости из краевой столицы и представители Приволжского федерального округа. На сцене вручали благодарности инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Мы обязаны в этом году завершить все строительные работы в микрорайоне Любимов. У нас в планах строительства школ, детских садов, в планах развития культуры. И этим будем заниматься. Уже с этого года мы должны запустить отдельную программу развития Садикамской и Березниковской агломерации. Я уверен, что будущее у Березников еще далеко впереди. Это, безусловно, и сейчас уже процветающий, развивающий город. А в дальнейшем он будет еще краше, еще лучше. В этот день самые одаренные дети нашего города получили свой первый документ – паспорт из рук главы города. Вручали и дипломы березниковским журналистам. На сцене подводили итоги конкурса к 90-летию города на лучший материал. Елена Силакова выиграла в номинации «Березники промышленные» за сюжет про шахтеров у Сольского калийного комбината компании «Еврахим». Евгения Кокшарова взяла сразу две номинации «Березники комфортный город» и «Навстречу юбилею» за сюжет об истории создания герба города. Этот материал был создан при поддержке корпорации в СМПО «Ависмо». А креативный продюсер канала и режиссер Наталья Калинина получила специальный приз жюри. Специальный диплом оргкомитета конкурса вручается телекомпании «Верхниками ТВ» за создание фильмов «Звоны России» и «Усольские тайны». Для вручения диплома приглашаем на сцену Наталью Калинину. И, конечно, в этот вечер звучало много музыки. На сцене блистали и как приглашенные, так и березниковские артисты. Этот концерт только открыл череду юбилейных мероприятий. Несомненно, самым ярким станет большой праздник в последнюю субботу июня. Ксения Калугина, Степан Некрасов. Новости Верхникамия.